итак дорогие друзья доброе утро доброе утро шалом баджур хэллоу и мы продолжаем изучать тору конкретно продолжаем изучать книгу которая называется хорошо дорогие друзья значит мы дошли до того момента что мы сейчас находимся в первой главе в первой главе где хоббитском уже он перечисляет конкретные ситуации то что называется аллахот законы как себя вести в какой ситуации и так далее мы уже изучили о том что что лошонара нельзя говорить даже если тебя просят злоязычие нельзя говорить даже если тебя просят ну расскажи слушай ну слушай да расскажи даже нельзя говорить если тебе говорят расскажи или я тебя уволю с работы даже нельзя говорить если ты из-за того что не скажешь тебя перестанут уважать, то есть нельзя, это все не оправдание сейчас он пишет такая ситуация интересная, что а можно ли говорить значит, можно ли говорить лошонара, вот восьмой пункт, да, в первой главе значит а можно ли говорить лошонара в письменном виде может быть в письменном виде, если письмо написать кому-то о ком-то или например, там, статья газетная, и в газете рассказать что-то про кого-то плохое может быть это же не является сказать лошонара, может быть в письменном виде это какие-то другие законы нет, говорит Крисхай в письменном виде это тоже попадает под все запреты лошонара и даже если он намекает даже если он намекает пишет намеком, да например, давайте посмотрим, как можно написать намеком лошонара, вот например кто-то пишет намеком какую-то гадость я вам приведу пример сейчас я просто вчера видел например заголовок один человек написал у себя в фейсбуке проклятие там и все на какого-то политика написал он и говорит я бы его убил прилетел он в Израиль его арестовали то есть его прямо вот в аэропорту арестовали он говорит как, а что такого сделал ему говорят как что сделал, ты не сделал ты написал то есть уже мы видим что письменное слово оно может привести даже к задержанию человека по уголовным законам теперь что такое лошанара намеком намеком значит знаешь вот того не буду называть его имя который вчера зашел, пришел и был одет в синей шапке это намеком это ты как бы имя не назвал, но ты намекнул очень так знаешь четко намекнул теперь девятый девятый пункт вот в девятом пункте Хабецкайм говорит очень интересно одну вещь, которая которая часто встречается и эта вещь, которая часто встречается вот тут можно ошибиться он пишет так и знает, что если ты позоришь ты позоришь кого-то ближнего, да и ты в начале себя позоришь даже ты в начале про себя говоришь плохие вещи а потом только про него так тоже нельзя и здесь он приводит в объяснение давайте рассмотрим, как это происходит вот например там кто-то да я не знаю возьмем Виктория Виктория она пишет в письменном виде и пишет мы значит вчера с Наташей вдвоем вышли из дома и купили бутылку коньяка я выпила в начале полбутылки коньяка и как я начала себя вести и она про себя рассказала какие-то вещи которые ну не очень хорошие например а потом а она-то что сделала и рассказывает вторую вещь про того, кто был с ней нельзя то есть она думает ну а что если я про себя рассказала значит это же не стыдно может быть тебе не стыдно а ей стыдно то есть то, что ты в начале рассказываешь про себя никак не оправдывает то, что ты говоришь позорящие вещи про другого и Хавацхам здесь приводит одну очень интересную такую вещь был такой пророк Ишаяу Ишаяу он был один из самых великих пророков за всю историю народа Израиля пророк Ишаяу он был тоже родственник царей многих он жил во время первого храма и он значит был получается так пророк Ишаяу он пришел к царю Хисияу то есть он жил 120 лет пророк Ишаяу надо понимать он очень долго жил и он на протяжении своей жизни он застал нескольких царей и он так как он жил 120 лет он очень много пророчествовал то есть он успел сказать про всех пророчества про все народы про Вавилон про Машеха он сказал много как будет в конце дней и он очень в то время в то время он очень очень прямо передавал и увещевал и народ Израиля то есть он говорил что и от Бога он передавал но он помимо того что он передавал от Бога пророчества страшное что будет изгнание придет осиристи царь и 10 колен угонят в изгнание и что не нужны мне ваши жертвы там то есть я приложу ссылочку к этому уроку будет ссылка про статью полностью про жизнь пророка Ишаяу и про его пророчества самые главные чтобы вот кто захочет я очень советую после этого урока изучить то что он говорил изучить то что он говорил и очень интересно но в чем есть вот почему сейчас здесь Кафецкайм приводит именно в этой Аллахе в этом законе приводит пророка Ишаяу он говорил про себя он говорил ой ли ки нидмейси он говорит что ой это как страшно мне что я запачкался я так близко подошел к Всевышнему и еще он говорил значит я нахожусь среди народа значит и он даже в обычной вещи когда это было не пророчество он говорил какие-то вещи плохие про народ Израиля да почему потому что он же получал от Бога пророчество он увещевал но когда он уже переставал увещевать у него он несколько раз сказал что-то там не то теперь а на таком уровне когда ты пророк когда все на тебя смотрят и Бог очень с ним потом лично на эту тему провел беседу но что интересно это удивительно вот одна из самых тоже для меня известных историй и таких знаете вот есть в Торе истории которые показывают как работает мир одна из таких историй это история про царя Хисхияу царь Хисхияу это был один из тех царей во время которых пророчествовал Ишаяу и пророк Ишаяу приходит к нему к царю Хисхияу царь Хисхияу заболел ему говорит ты умрешь и не будешь жить пророчество царь Хисхияу говорит ему за что я же всю жизнь служил Всевышнему а царь Хисхияу он как раз вот в его царствование он весь народ он силой заставил учить Тору он поставил прям стражников с мечами возле домов учения и всех туда загоняли с мечами и не давали выйти то есть вообще все учились весь народ Израиля учил Тору соблюдал заповеди он такой был был религиозный диктатор Хисхияу и тут вдруг к нему приходит пророк Ишаяу и ему говорит ты умрешь и не будешь жить а что это значит умрешь в этом мире и не будешь жить в мире грядущем то есть царь Хисхияу говорит за что я же всю жизнь служил Всевышнему он ему говорит ты не выполнил одну всего заповедь но очень важную заповедь про урву плодитесь и размножайтесь то есть есть такая заповедь это первая заповедь Бог сказал вообще всем людям плодитесь и размножайтесь и населяйте землю значит Хисхияу говорит так у меня же было пророчество что у меня будет сын злодей ему говорит пророк Ишаяу не твое дело не твое дело в пути Всевышнего твое дело выполнять заповеди твое дело выполнять заповеди Бога а Бога дело он со своим миром справится значит царь Хисхияу сразу же моментально он говорит хорошо тогда отдай мне свою дочку в жены я сразу буду выполнять женюсь и буду выполнять эту заповедь плодитесь и размножайтесь несмотря на то что есть пророчество у меня что мой сын будет злодеем я не знал он говорит я думал что я не должен зло в мир приводить но ты мне объяснил что выполнять заповеди надо в любом случае как бы тебе не казалось как бы тебе не казалось доброе утро Раиса Васильевна как бы тебе не казалось что это там неправильно будут плохие последствия значит есть в Мишле в Мишле да в притчах есть такой такой отрывок что положись на Бога всем своим сердцем и не полагайся на свою сообразительность то есть когда речь идет о выполнении заповедей прям в Талмуде мудрецы сказали то есть не можешь ты просчитать что будет Бог сказал заповеди значит выполняй Бог сказал заповеди значит делай все что значит я думаю Бог меня не имел ввиду когда это говорил нет он всех имел ввиду и заповеди это заповеди значит царь Хисияу моментально моментально говорит пророку Ишаяу дай мне свою дочку в жены и я на ней женюсь и может быть твои мои заслуги они как-то помогут этого злодея сделать не таким злодеем ему пророк Ишаяу говорит о чем ты не кзыра кзыра уже постановление вынесено говорит ему царь Хисияу замолчи он говорит ему замолчи хватит пророчествовать и здесь тоже я видел такой комментарий очень красивый почему он ему сказал замолчи он ему говорит никто пока не знает что я должен умереть пока месть это еще не стало знанием у людей это еще можно исправить то есть пока месть еще знаю только ты и я только ты и я знают значит это еще не является общим знанием изменение которого будет чудом он говорит замолчи а я говорит получил от дома царя Давида он был потом от царя Давида что даже если острый меч лежит у тебя на шее не приставай надеяться на милосердие Всевышнего то есть не молись проси Всевышний может изменить ситуацию в любую секунду и он написано начал молиться а пророк Ишаяу вышел не успел пророк Ишаяу еще дойти до выхода из дворца как Бог принял молитву царя Хисияу и получил пророк Ишаяу пророчество послание от Всевышнего что возвращайся я добавил Хисияу еще 15 лет царь Хисияу женился на дочке пророка Ишаяу и у них родился сыночек которого звали царь Минаше Минаше это был царь злодей царь Хисияу умер когда Минаше было 12 лет и этот Минаше в 12 лет вошел на престол и он сразу же что он сделал он заставил весь народ служить идолам он все идолопоклонство все колдовство всю мадию он возобновил и значит а пророк Ишаяу его родной дедушка он ему говорит ты что же делаешь то он значит начал пророчествовать что народ Израиля уйдет в изгнание и так далее что сделал Минаше он своего дедушку убил вот откуда идет это самое а я дедушку не бил а я дедушку убил это царь Минаше он убил своего дедушку пророка Ишаяу ему было тогда 120 лет и он значит с 12 лет до по-моему лет еще 40 он полностью заставил весь народ служить идолам там не было преступления которое бы он не сделал Минаше лично и значит и намеренно но что интересно вот опять мы видим что как есть такая фраза что пути Бога мы не знаем когда действительно пророчества пророка Ишаяу сбылись и он пришел ну значит захватили Израиль тогда царь Санхирив захватил 10 колен он захватил потом пришел вавилонский царь разрушил первый храм и угнал на выходный царь и угнал значит Минаше вавилон и что получилось вавилоне в тюрьме он раскаялся он раскаялся он вернулся к Всевышнему он молился он стал цадиком он стал просто вообще ну вообще вот знаете вот бывает что человек полностью поменялся и он молился просил просил Всевышнего чтобы он его простил и Всевышний его простил это царь вавилонский говорит ладно возвращайся в Израиль будешь царем в Израиле Минаше вернулся и по-моему еще 20 или 30 лет он был праведным царем он пытался исправить все зло которое он сделал и но его раскаяние до конца не принималось об этом есть спор в Талмуде потому что он очень много очень много Минаше сделал зла и пока здесь не умерли все эти люди которые стали злодеями идолопоклонниками из-за него то его его тшува его раскаяние не принималось потому что самая страшная вещь это когда человек не сам грешит а когда он других заставляет грешить или побуждает грешить или он их убеждает грешить и потом пока они не исправятся потом значит его тшува его раскаяние не принимается в общем Минаше Бог простил и говорят что у него есть доля в грядущем мире там есть об этом спор в Талмуде среди мудрецов но почему здесь Хафетскаем приводит пророка Ишаяу потому что пророк Ишаяу когда он говорил нельзя сказать что это злоязычие не дай Бог нельзя сказать про пророка что это злоязычие но на его уровне даже когда он говорил о себе плохо и о народе Израиля плохо Бог ему сказал ты не должен так был говорить и есть которые говорят что то что его убили в конце жизни это было очищение за какие-то там небольшие вещи которые ему надо было очистить потому что само по себе вот когда эта тема очень подробно разбирается тема страданий почему на человека приходят страдания и они не приходят просто так страдания приходят чтобы показать человеку как боль приходит чтобы показать человеку что где-то проблема ведь боль-то она спасает человека если люди не чувствуют боли есть такое отклонение вот в здоровье если люди рождаются у них нет чувствительности они не чувствуют боли они умирают вообще очень рано то есть они умирают там от любой мелочи почему боль сигналит что нужно туда оказать лечение проблема неприятность боль любая да она сигналит человеку ты не туда идешь посмотри ты не так сидит там спина болит почему да ты не так сидишь если ты будешь дальше продолжать так сидеть то у тебя боль перерастет в травму травма перерастет в и все то есть все накапливается вот таким вот эффектом поэтому боль спасает боль а по посмотри и справа спину исправа санку другой человек у него неприятности с людьми там у него он с одним поругался с другим поругался с третьим оглянись может ты говоришь злоязычие может ты говоришь сплетни может быть ты неправильно общаешься может быть ты не делаешь людям добро оглянись то есть страдания показывает что есть проблема в поведении если ты не понимаешь какая проблема значит ты мало учил торы то есть получается когда и дальше идет есть классификация не знаю мы сейчас успеем успеем дальше через две минуты идет классификация как человек может очиститься от своих старых духовных преступлений например есть заповеди повелевающие которые надо делать да например надо там одевать филин надо молиться надо говорить шмаэстро и лютром и вечером получается что тот кто выполняет повелевающие заповеди должен выполнять повелевающие заповеди кто их выполняет получает награду духовную за каждую повелевающую заповедь кто их не выполняет он называется это бетель он как бы не выполнил возможность у него была возможность выполнить заповедь он не выполнил была возможность выполнить он не выполнил то есть он не выполняет приказ бога но я видел в видел объяснение да что поможет арабам что тот кто не выполнял повелевающие заповеди и раскаялся что значит раскаялся он говорит вот я какой я дурак бог же мне сказал что что делать, чтобы зарабатывать награду, а я не делал. Я больше так не буду, теперь, наверное, начинаю выполнять. В этот момент ему прощено все, что он не выполнял. Нет за это никакого наказания, но и награды нет. То есть он имел возможность зарабатывать духовную силу, а он не зарабатывал. Отлично, значит, исправить это достаточно легко. Но получить награду ты уже не сможешь никогда за пройденные годы. Упущенные возможности, да. Теперь есть запрещающие заповеди, запреты Торы. То есть нельзя, там есть некошерная, нельзя в шаббат работать, нельзя говорить лошонара, 17 запретов. То человек, который говорит лошонара, нарушает 17 запретов Торы. Значит, он нарушает и нарушает. За это, за каждое нарушение запрета Всевышнего, ты как будто бы подвешиваешь на себя маленький меч, маленькую иголочку. И эта иголочка, она в какой-то момент тебя колет. Причем за лошонара, за злоязычие, уколы приходят сразу в этом мире. То есть укол, укол. Одного обидел, он тебе ответит. Второго обидел, он тебе ответит. Если он тебе не ответит, он в душе тебя проклянет, и там удачи не будет. То есть негативные вот эти вот нарушения, они дают боль, болевые какие-то в жизни ситуации. Как от них исправиться? Раскаялся. Есть раскаяние от шуваш. Что ты говоришь Всевышнему, все, я раскаиваюсь, не знал, или там знал, но не выдержал. Все, я раскаиваюсь, больше так делать не буду. И когда ты раскаялся в этих вот своих нарушениях, то, то что в Йом-Типур, в Йом-Типур, значит, день искупления грехов, это все очищается. Если ты раскаялся, и если ты раскаялся, и в Йом-Типур ты постился. Теперь есть преступления, которые Бог сам обозначил как страшные преступления, карет за них, отсечение души или смерть по небесному суду. То есть это страшные преступления. Их примерно там 30-40 разных преступлений. И тот, кто нарушает вот эти вот преступления, за которые есть карет, то раскаяние и Йом-Типур, они останавливают вот эти вот мечи, которые человек на небе себе подвесил. Такие мечи, знаете, как копья-таки на себя подвесил, и они на него периодически падают, падают и падают. Так вот, если он раскаялся и в Йом-Типур постился, он их останавливает. А когда они с него полностью снимаются, мера за меру, страданиями. То есть страдания, которые человек испытывает, они искупают его вот эти вот сильные страшные преступления. И последнее, это Хилуля-Шем, тот, кто вообще против Бога, отрицает Бога Всевышнего, все, то его искупает только смерть. То есть если он раскаялся и страдал, и так далее, и так далее, то смерть его очищает. Теперь, чем ты выше и ближе ко Всевышнему, то есть если люди говорят, вот, это праведник, а потом праведник делает какие-то преступления, то в каждом его преступлении есть вот эта примесь Хилуля-Шема, сквернение имени Всевышнего. Потому что люди на него смотрят, и именно по его поведению, по поведению вот этих праведников, люди или приближаются к Богу, или отдаляются. То есть если мы видим, что один праведник, да, он может очень сильно повлиять на мир. Например, царь Хисиягу, да, то есть он весь народ Израиля заставил учить Тору. Поэтому с праведников больше спрос. И об этом сказал царь Соломон, что Мамелых в Экклезиасте, Экклезиасте, он говорит, марбе хахма, марбе цар, марбе каас. Значит, умножаешь божественную мудрость, умножаешь гнев. И марбе даат, умножаешь познание, умножаешь боль. То есть получается, что чем ты ближе поднимаешься к Всевышнему, чем ты больше с Ним соединяешься, больше гнева. Какого гнева? Гнева Всевышнего. Потому что ты как бы заходишь во дворе царя, ты ближе к царю, ближе к царю, ближе к царю. И царь, он, ты как бы на виду, ты под прожекторами. И получается, каждое твое позитивное действие тебя приближает, и ты получаешь божественную силу, светом и удовольствие. А каждое твое негативное действие, оно вызывает гнев царя. Поэтому, значит, дальше сказал царь Соломон в Куэлите, аль тьет садик арбе, он говорит, не будь слишком садиком, валь тит хакэ мю тер мидай, и не становись слишком умным. Потому что большой спрос. То есть нужно понимать скромность. Анова. Анова это самое главное скромное. Все, чтобы мы были скромными, любили друг друга, любили Всевышнего, больше спокойствия, добра, мягкости. И, значит, мера, что человек меряет, меряет ему с неба. Чтобы каждый из нас пробуждал благосклонное отношение Всевышнего, показывая пример, можно сказать, благосклонным отношением к людям, друг к другу. Все, удачи, всем успехов, всего хорошего, счастливо, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok